Пожарно-спасательный спорта Это программа «Время говорить» Меня зовут Анна Бережная На студии сегодня Игорь Николаевич Швец Начальник управления организацией пожаротушения и аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Приморскому краю Здравствуйте Светлана Ивина Радиотелефонист третьей пожарно-спасательной части Второго отряда Федеральной противопожарной службы города Владивостока Здравствуйте И Денис Миронов Мастер спорта и тренер дружины юных пожарных ВДПО Приморского края Здравствуйте Я думаю, наверное, самый главный вопрос, который сейчас волнует всех зрителей И меня в том числе Это то, как удается нашей команде уже 15-й год подряд Одерживать победу в этих соревнованиях В чем ваш секрет? Ну, наверное, прежде всего говорить о пожарно-спасательном спорте Надо вспомнить пожарно-прикладной спорт Пожарно-прикладной спорт на территории Приморского края Развивался с начала 70-х годов Уже в 1972 году команда пожарно-прикладного спорта провела первые соревнования на первенство Приморского края В соревнованиях принимали действующие пожарные, которые начали заниматься пожарно-прикладным спортом С каждого гарнизона пожарной охраны со всей территории Приморского края Уже в 1976 году на зональных соревнованиях Сибири и Дальнего Востока Команда по пожарно-прикладному спорту Приморского края заняла призовые места Это всего через 4 года Уровень подготовки спортсменов довольно-таки очень высокий, показал себя И в дальнейшем пожарно-прикладной спорт на территории края только развивался За последние 15 лет, а в 1990 году Федерация пожарно-прикладного спорта была зарегистрирована уже по новому законодательству И за этот период на территории края было подготовлено свыше 18 мастеров спорта Порядка 12 кандидатов мастера спорта Ну, про спортсмена-перворазрядников и других разрядов даже можно не говорить Спортсмены ежегодно подтверждают на различных соревнованиях свой титул, свои навыки Занимают призовые места не только на Дальневосточном регионе, но и на соревнованиях в чемпионатах России Каждый год команда непосредственно принимает участие и в первенстве края И в первенствах пожарно-спасательных гарнизонов, которые на территории всего края У нас в таких соревнованиях ежегодно это два значимых и крупных соревнования Кроме этого, необходимо сказать, что все-таки подготовка, основная цель Федерации пожарно-прикладного спорта Это все-таки подготовка действующих спортсменов и поддержание нашей команды на одлежащем физическом и спортивном уровне А вот для того, чтобы подготовить себе молодежь, вот уже на протяжении сколько, 15 лет, я уже сказал В каждом у нас муниципальном образовании есть Федерация детского и юношеского пожарно-спасательного спорта Которой занимаются ребята различного возраста Это и от 5, и от 10 лет, и старше до 15 лет Лучшие, конечно, спортсмены мы берем в команду по Приморскому краю Они выезжают на соревнования как на Дальневосточный регион Точно так же, вот 20-го числа у нас команда убывает, как и детская, так и взрослая, убывает на первенство России То есть, благодаря тому, что существует и юношеский спорт пожарно-прикладной Вы можете уже выбирать сильнейших спортсменов, исходя из этого, да, и это, наверное, один из залогов успеха Денис, наверное, лучше расскажет про детский спорт, потому что больше получается ему курировать И у нас количество спортсменов, только юношеских, у нас больше 150, по-моему, участников Денис, слово вам У нас действительно одна из самых больших сетей секций в Приморском крае, на Дальнем Востоке У нас действует 6 секций, мы стремимся к увеличению По разным причинам их становится то больше, то меньше Потому что занимаются везде у нас в секциях тренера пожарные, общественники на общественных началах в большинстве случаев И там кто-то на пенсию ходит, вот недавно секция закрылась, потому что пенсия Но сейчас подыскиваем человека, который найдет, займется так же, продолжать будет в Арсеньеве И так же секция возвращается и будет работать У нас 6 секций, это в Находке, в Партизанске, в Большом Камне, Артеме, Владивостоке и Уссурийске Везде работают тренера, тренировки проходят ежегодно, тренировки у нас бесплатные Это, можно сказать, небольшая наша горность, что детский спорт очень хорошо Это очень здорово, да, бесплатно Есть возможность у ребят, которые не могут заплатить Да, действительно, в секциях занимаются около 100-150 человек ежегодно То есть проходят сани различного уровня В Приморском крае детских сани проходят 6 сани в год ежегодно Также выезжаем на межрегиональные и всероссийские соревнования То есть команда комплектуется по спортивному принципу Самые лучшие, самые достойные у нас попадают в команду и выезжают на сани Мы регулярно выступаем на всех этих саних нашей девчонки и мальчишки Регулярно становятся чемпионами Дальнего Востока Становятся призерами чемпионатов России Сводом во Владивостоке Дальневосточной пожарно-спасательной академии У нас появился спорткомплекс, на котором тренируется город Владивосток Мы проводим там зимой сани тоже постоянно И за счет этого у нас увеличилось количество участников, которые занимаются и качество За последние 5 лет на чемпионатах России наши спортсмены, как дети, так и взрослые Завоевали 5 призовых мест Я думаю, это неплохо Мы идем дальше В будущем уже нас немножко где-то, не сказать, что сильно боятся Но на нас смотрят, нас обращают по всей стране внимание И с нами считаются Вы все-таки немножко заскромничали, да? Немножечко перевели тему на юношеский спорт А я все же хочу сакцентировать внимание на вашей победе Поздравить вас Спасибо Замечательно, что уже 15 лет Такие замечательные кубки сегодня видим у нас в студии Расскажите об этой победе Об этих соревнованиях Как все проходило? Может быть было сложно? Особенно в этом году? Или же уже вам вообще не дается это сложно? Все легко проходит? Расскажите, поделитесь впечатлением Ну, сложно всегда Легко победы не даются Тем более на отбор на чемпионат России стояла задача То есть надо было попасть в 15 лучших заочно То есть наше выступление смотрелось как на всю Россию То есть мы начинали эти сани И наши результаты смотрели И ориентировались И дальше там в стороне, в западной части Уже делали какие-то поправки, может быть Я не знаю, как что-то нера там делали Но я думаю, руку на пульсе держали Победа действительно далась нелегко Погодные условия там были жаркие То есть дети попали, при море приехали У нас погода не очень была хорошая Приехали, было душно, жарко Но ничего, справились с собой То есть воды выпили много Но на результате это не отразилось Мы победили Светлана? Да, у нас предварительно были спортивные сборы В городе Большой Камень И там погода у нас была попрохладнее То есть покомфортнее было Но когда приехали в Благовещенск Было именно тяжело в плане того, что Ну размяться, подготовить себя морально В жару очень сложно Любой спортсмен должен адаптироваться Даже олимпийские чемпионы Когда приезжают для участия В азиатских где-то странах Для участия в Олимпиаде Они всегда проходят акклиматизацию Но, к сожалению, финансовые возможности Не всегда позволяют спортсменам заранее Прибыть в то место, где будут проходиться чемпионаты И провести акклиматизационный период Вот с этим основная трудность возникла Не так давно у нас был эфир по пожарному кроссфиту Я так понимаю, что все-таки пожарно-прикладной спорт Он, конечно, несколько отличается Потому что кроссфит это поднятие определенных Колес очень тяжелых и так далее И так далее, и так далее Все мы уже знаем, что такое кроссфит Это популярное спортивное направление сегодня А расскажите о дисциплинах пожарно-прикладного спорта В нашем виде спорта Четыре вида В которых мы бегаем сейчас Действующих на чемпионах России Это подъем по штормовой лестнице У взрослых участников мужчин Это подъем в четвертый этаж У девушек всех возрастов Это во второй этаж по подвешенной лестнице И у нас юноши Есть старшая и средняя группа Которые бегут в третий этаж И во второй этаж тоже с лестницы Второй вид Это пожарная полоса препятствий Там преодолевают В зависимости тоже от возраста От категории участников Взрослый мужчина двухметровый забор Дети там поменьше Женщины 70 сантиметров Типа барьерчика такого получается Хватают пожарные рукава в скатках Переносит его по буму высотой Метр двадцать И 80 сантиметров В зависимости тоже от группы Прокладывают рукавную линию Соединяют его к разветвлению И на финише они должны соединить пожарный ствол И финишировать с ним И самые зрелищные виды наши Это пожарная эстафета Четыре по сто метров Где участники бегут по условному домику Такая конструкция похожа очень сильно на дом Продолевает на втором этапе забор На третьем этаже Также элемент стометровой полосы Это бум с рукавами И на четвертом этапе Самое интересное Это тушение горючей жидкости в противне С помощью огнетушителя Такое яркое, зрелищное действие И самые веселые Самое мокрое на наш вид упражнения Это боевое развертывание То есть там задача Стоит мотопомпа Забрать воду из источника И подать ее на расстояние 60 или 100 метров И залить емкостью Это 10 литров И по окончании этого упражнения Время зафиксируется по заливке Светлана, на ваш взгляд Какой этап лично для вас самый сложный? В эстафете? Да Наверное домик Потому что он очень высокий Ну как бы я пробовала его бегать Но у меня не очень получалось Ну и тушение от него очень много зависит Он такой ответственный То есть бывает, что человек не дотушил Допустим, все Попытка уже не засчитана А нужно это все сделать быстро Чтобы команда успела Показать лучшее время То есть там все, наверное, такие ответственные И сложные Ну вот домик и тушение Это такие самые ответственные, наверное, этапы Исходя из того, какие дисциплины существуют Да, в пожарно-прикладном спорте Можно сделать выводы Я говорила в начале программы О том, что это очень актуальный Для сотрудников МЧС вид спорта Да, потому что действительно Это такая тренировка Собственно, того, для чего они работают И это очень серьезная вещь, насколько я понимаю Так вот, расскажите Как готовитесь к соревнованиям И по сути, да не к соревнованиям А к различным ситуациям, насколько я понимаю Сколько времени на это уходит И какие, может быть, виды тренировок проводите Помимо основных Ну, пожарно-спасательный спорт Это часть физической подготовки Любого пожарного В любом подразделении Постоянно проходят занятия По этому виду спорта Там называется пожарно-строевая подготовка То есть туда включены Гораздо большее количество элементов Пожарные постоянно тренируются Оттачивают свои навыки Которые приглаждаются им При работе, при тушении пожара При спасении людей То есть это все связано Ежедневно в их работе То есть тоже боевое развертывание Только от машин уже Они тоже самое регулярно, постоянно делают Отрабатывают все элементы тушения Прокладывание рабочих линий Магистральных линий Руковых Это все очень важно Ну, штурмовка больше тренирует Наверное, боязнь высоты Чтобы отсутствовало пожарного То есть для работы на высоте Чтобы человек понимал Где и что, как он находится Был координирован Я так понимаю, что пожарный Должен придерживаться строгих Строгих, да, определенных правил То есть у него должен быть определенный вес Может быть даже определенный рост Или таких нет жестких рамок у вас Да нет Выносливость просто, да, должна присутствовать? На физическое состояние, здоровье Допуски Медицина постоянно нас контролирует То есть не забалуешь Я бы добавил Дело в том, что отработка всех элементов Пожарно-строевой подготовки Которая заложена в пожарно-прикладной спорт Во все виды пожарно-прикладного спорта Она очень сильно влияет на Действительно сохранение жизни Не допущение травматизма Личного состава при боевой работе Это раз Второе, ну, МЧС России Да и любая государственная Наша структура Как государственная противопожарная служба Относится к силовым ведомствам И многие силовые ведомства Имеют свои прикладные виды спорта Почему прикладные? Потому что именно эти виды спорта Помогают именно в профессиональном отношении Подготовить личный состав Для выполнения основных задач Для которых создано то или иное министерство Наши ребята, честно говоря, достойны Мы уже знаем это все прекрасно С этим справляются Вы правильно подметили То, что спортсмены уже 15 лет У нас чемпионы Дальнего Востока Но помимо этого Мы уже третий год подряд Являемся Входим в 15 лучших команд Российской Федерации И дело в том, что действительно Конкуренция для Сибири Для центральной части России Команда Приморского края Представляет определенную И где-то угрозу И где-то соперничество Нам, к сожалению, не повезло Что чемпионат начинается с Дальнего Востока И постепенно в эти дни Он переходит в центральную часть России И, конечно, они ориентируются на наши результаты И они стремятся, чтобы эти результаты У них были гораздо выше Чтобы они спокойно могли себя чувствовать Уже на самом чемпионате России То есть вы мотивируете, можно сказать Все остальные команды страны Здорово А почему именно с нас начинается? А не оттуда? Солнце встает на Востоке Вот так Здорово Мы первые К слову, я так понимаю, что Сибирь Это наш основной конкурент Сибирский район Или же есть еще какие-то соперники Такие самые серьезные? Нет, конкуренции Челябинск, Ханты-Мансийский округ Вот они в основном Сами такие страны Урал Урал Даже не Сибирь, а Урал У нас больше соперничают с нами Хотя подготовка спортсменов В тех же учебных заведениях МЧС России Которые они круглодичны Конечно, могут заниматься Больше времени уделять Наши-то спортсмены еще в дежуре В караулах И мы не забываем про это Есть, да, определенные этапы Это когда сборовские соревнования Сборовские мероприятия проводятся Это связано с подготовкой К тому или иному чемпионату Чемпионат края Чемпионат Дальнего Востока Либо чемпионат России Но остальное это время Они же дежурят в караулах Они выполняют основные свои задачи Которые предусмотрены Функциональными обязанностями И так далее, и так далее, и так далее А там в учебных заведениях Конечно, гораздо проще Помимо тех занятий Они вечером спокойно Каждый день Можут заниматься в манеже И готовиться К любым видам соревнований Помимо Если мы проводим Наши краевые соревнования Два раза в год Ну не считая дюповские Среди дюпов Там 6-7 соревнований У нас ежегодных Различного уровня То взрослые Только два раза в год Но в центральной части России На Урале Там этих соревнований Гораздо больше И приуроченных к разным событиям И праздничным мероприятиям И памяти наших сотрудников Поэтому у них больше возможности Соревноваться с мастерами Более высокого уровня У нас, конечно, эта возможность поменьше Но все равно мы стремимся И я думаю, что еще в дальнейшем будем Прикладывать силы и силы Более того, вы пока все очень хорошие результаты Что уж тут скромно Мы пока растем Прекрасно растете Я вам хочу сказать Очень стремительно Давайте сейчас делаем небольшую паузу Мы прервемся на короткую рекламу А после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами А мы продолжаем наш разговор О пожарно-прикладном спорте Приморья Я знаю, что есть у нас и женская команда И она достаточно сильная Насколько мне известно Расскажите о ее успехах У нас действительно женщины Одни из самых сильнейших в стране У нас две женщины в команде бегают Светлана Ивина и Ютсус Оксана Они являются обе кандидатками в сборную команду нашей страны Ютсус Оксана у нас призерка прошлого года чемпионата России И этого года тоже зимой Они обе борются за место в команде Осенью в сентябре месяце у нас намечен чемпионат мира На который они очень сильно хотят попасть У них будет отбор Сейчас поедем на чемпионат России Они там будут между собой В команде конкурировать И за место в сборной команде России Вот как это все будет делаться Света, наверное, сейчас расскажет Да, Светлана, во-первых, еще расскажите обязательно о том Что такое чемпионат мира Как проходит он? Я так представляю, что это очень интересно Ну, чемпионат мира в этом году пройдет в Словакии В сентябре, как уже Денис сказал У нас там длительный отбор, можно сказать То есть в течение всего года смотрятся наши результаты Наши успехи Составляется определенный рейтинг спортсменов по всей России И уже в зависимости от этого рейтинга Уже формируется сборная команда Собственно, на чемпионате России Это уже такой, можно сказать, финальный этап Формирования команды То есть будет всего 10 человек В сборной России Кто туда отправится Собственно, туда стремимся Чемпионат мира Но он особо не отличается, наверное По проведению от Зональных соревнований Также идет 100-метровая полоса с препятствиями Подъем по штурмовой лестнице В башню Вот Эстафета и боевое развертывание Единственное, в отличие от мужчин У женщин у нас уже лестница подвешенная Мужчины в четвертый этаж На башне добираются, так сказать А мы во второй Ну и на 100-метровой полосе с препятствиями У нас пониже бум и забор А в остальном приходится делать то же самое Это и замечательный обмен опытом Со спортсменами из других стран Наверняка у них есть какие-то свои секреты И то, чему можно поучиться Я так понимаю, именно поэтому так хотите попасть Правда же? Да, у нас основные конкурентки Конкурентки у России это Чехия Вот, собственно, с ними Благодаря нашему интернету Мы отслеживаем время их Своё время И пытаемся конкурировать А какие еще страны в международных соревнованиях участвуют? В большинстве случаев это европейские страны Также вот сейчас бегает Корея Южная Корея, Монголия Даже к этой Монголии Она первый раз приехала в 2003 году У нас здесь были международные сани То есть в страны высшего советского соцлагеря И в восточной Европы В основном так Вы говорили в первой части нашей программы Что на нас смотрят, да? То, каковы наши успехи, наши команды И на нас равняются А каким образом это происходит? То есть они пытаются превзойти наши результаты Правильно я понимаю? Или как? Или что-то? Мне интересно чисто внутри Что происходит? Какую работу они проводят? Активнее тренируются? Как вы их стимулируете? Ну, на примере того же женского спорта Женский спорт Пожарно-прикладном участии женщинам Ну, довольно-таки сравнительно Это недавно произошло Сколько? Четыре года, да? Три-четыре года Вот Год подготовки И первый раз на первенство Три года назад Они вышли для участия в первых соревнованиях Так вот, я хотел бы сказать Что в суде Комиссия, которая отслеживает работу судейского аппарата На краевых соревнованиях На зональных соревнованиях Это приезжают представители Центрального спортивного клуба Они очень внимательно обращали на наших девушек У нас Суссурийская девочка Самая молодая Тогда принимала участие В первенстве России Потому что она вообще По возрасту была лучшая Ну, самая молодая Во всей России Единственное, что она Не очень хорошо, конечно, выступила Насколько я помню Но вместе с тем И они зацепились в навыки хорошие Она показывала и физические И практику хорошо показала Поэтому они сразу быстренько Отбор тут на наших девушек На глаз положили А уже в дальнейшем Сейчас, конечно, отбор И конкуренция по всей России Очень веская Очень стабильная Идет рейтинг Среди каждого спортсмена В том числе и женщин Результаты отслеживаются Ну, мы, честно говоря Два года назад Уже запрактиковали Такое мероприятие Как онлайн-трансляция Через тот же Ютуб Через Посредством интернета И других Всевозможных каналов Мы трансляцию Поводили прям В прямой эфир И спортсмены В других регионах Они могли отслеживать Смотреть уже эти результаты Кроме того По окончанию результатов Буквально там По окончанию работы Судейской комиссии Все результаты Направляются В Центральный спортивный клуб Естественно Они на официальном сайте Все это публикуется И другие спортсмены Им пользуясь разницей В часовых поясах Они этим, конечно, отслеживаются Спортсмены очень много Общаются между собой Естественно Делятся какими-то Со своими навыками Опытом Ну, по крайней мере Дальний Восток Уж точно тут Между собой Хорошо общаются И рекомендуют Советуют Когда ребята Приезжают С других регионов На наши чемпионаты Они, естественно Перенимают этот опыт Опять же Обмениваются С другими регионами Со своими Сверстниками Со своими спортсменами Так молва Потихоньку идет По всей России Здорово Каковы Какими будут Ближайшие соревнования Когда Можно ли прийти На них посмотреть Поболеть за наших спортсменов Как часто Вообще У нас их проводят Я так поняла Игорь Николаевич Из ваших слов Что хотелось бы Конечно Почаще проводить Но тем не менее Они все равно Проходят у нас Регулярно У нас Два основных Мероприятия Которые идет На территории края Это чемпионаты Пожарно-спасательных гарнизонов Владивосток Находка Уссурийск Спаск Арсеньев Где каждый зритель Каждый желающий Каждый Члены семей Родственники Могут прийти И просто посмотреть Познакомиться Что это такое Мы очень часто На эти соревнования Приглашаем школьников Это период Апрель Месяц Обычно эти соревнования Приволочены Дню пожарной охраны Лучшие команды Которые собираются В этих гарнизонах Представители Лучшими спортсменами Они комплектуют Свою сборную команду Которая принимает Участие в первенстве Приморского края В первенстве у нас Обычно Приволочено Также чемпионат Дальнего Востока И проходит В июне В июле месяце В зависимости от графика Установлено Центральным спортивным клубом Эти чемпионаты Которые мы проходим Проводим здесь В крае Обычно это всегда Владивосток За исключением этого года Мы первый раз Его проводили Не первый раз Извиняюсь Но мы в прошлом В этом году Проводили его В Большом Камне Тоже очень много Было зрителей Все они проходят Но у нас На стадионе Динамо Всегда мы Всегда открыты Для всех Приглашаем Как и школьников Так и С образовательных Учреждений И высшего И среднего Все кто остается В этот период В городе Привлекаем У нас Наши сотрудники Приходят туда Члены семьи Приходят Друзья Знакомые Поэтому Никаких запретов Никаких билетов Тем более Только все зависит От вашего желания Чтобы пришли И посмотрели Чем мы занимаемся Ближайшие соревнования Это вот у нас Уже прошли Дальний Восток И сейчас мы только Готовимся к России И к сожалению Российские соревнования Мы можем точно так же Посмотреть Либо на интернет Ресурсах Каких-то Ну или В фатсапе А куда Школьникам Которые захотят Заниматься пожарно-прикладным Спортом Обратиться можно Ну у нас В каждом подразделении В каждом городе Есть Тренера Практически Они существуют При поддержке Подразделения Пожарной охраны И есть у нас Еще Всероссийское Добровольное пожарное Общество Вот при его поддержке У нас содержится Детский спорт Это у нас Как бы Можно сказать Главный спонсор Который Вот сейчас Спонсирует Поездку Наших детей На сани Чемпионат России И вот При поддержке Общества Спортивного Пожарного Добровольного пожарного Общества И пожарных подразделений У нас действуют Секции Они работают В каждом городе Любой желающий Может обратиться В любую пожарную часть Своего города И узнать Как можно Попасть в эту секцию По окончанию секции У нас есть возможность Мы Наших воспитанников Направляем В пожарно-спасательную академию Они могут там Получить Высшее Пожарное образование Ну и Желающих Это не получается Также Пытаемся Стараемся Трудоустроить Очень много Наших воспитанников Более 50 человек Сейчас Работают В Приморском крае Тушат пожары Работают с огнем Так сказать Спасают чужие жизни Работают на благо Нашего города И всего Приморского края Я хочу Очень поблагодарить Вас за эту работу Спасибо за то Что Вы делаете Что спасаете Наши жизни Ваша работа Очень важна И нужна Я конечно Желаю Вам Огромных успехов Во всех соревнованиях Выигрывайте Побеждайте Светлана А Вам желаю Поехать на соревнования Мировые Спасибо Спасибо огромное Что пришли к нам сегодня Спасибо Я напоминаю Что это была программа Время говорить В студии работала Анна Бережная Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин